Развитие транспортно-логистической отрасли, обеспечение достойного уровня жизни населения в регионе. Об этом и многом другом. Накануне шла речь на выездном заседании дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики. Мероприятие было посвящено стратегии развития арктической зоны и обеспечению национальной безопасности до 2035 года. В ходе дискуссии представители власти, общественности и бизнеса выдвинули целый ряд предложений для внесения в стратегию. Транспортная доступность – одна из стратегических задач для развития арктической зоны. Реализация таких проектов, как строительство порта Индига, завершение строительства автодороги Усинск-Сыптывкар, а также модернизация аэропортов Амдормы и Наринмара положительно повлияет на социально-экономическое развитие региона. Есть федеральная комплексная программа «Целевая по реконструкции аэропортовых комплексов». Что аэропортового комплекса Наринмара, который благодаря грунтам нашим, северным, имеет весьма узкий сектор возможностей по приему воздушных судов. И мы знаем, что в эту федеральную комплексную программу заложено на его реконструкцию 4 миллиарда рублей. Но остаются нерешенными вопросы, во-первых, определения собственника, конечного этого объекта, потому что он наполовину принадлежит ГУПАГА, наполовину Министерству обороны. Для нас это решение этого вопроса, который сейчас набирает новые обороты. Я уверен, что следующий оратор, возможно, эту тему разобрет дополнительно. Но мы рассчитываем, что когда появится единственный собственник, он сможет в полной мере инвестировать в реконструкцию этого объекта, что позволит нам, соответственно, расширять диапазон принимаемых судов. В то же время аэропорт Амдормы, по словам Ивана Глазунова, может стать ключевой точкой обслуживания судов на Северном морском пути. Он также отметил, что жизненно важной транспортной артерией для округа является река Печора, которая относится к федеральным водным объектам. Мы обращались в Росморпорт и прочие организации, связанные с тем, которые могут помочь нам в реализации вновлуглений и прочего. Мы неинтересны с точки зрения нашего грузооборота. Грузооборот нашего порта в настоящий момент порядка 100 тысяч тонн в год. Для того, чтобы мы были интересны, это должно быть порядка 350 тысяч тонн в год. Увеличение грузооборота может существенно повлиять на развитие малого и среднего бизнеса и социально-экономического развития региона, что в свою очередь отразится на уровне жизни северян. Как отметили в своих выступлениях участники обсуждения, именно люди, живущие в арктических зонах, являются главным северным капиталом. Сегодня для того, чтобы человеческий капитал врослый, необходимо, чтобы уровень жизни в арктической зоне был гораздо выше, чем уровень жизни среднероссийский. И это можно только обеспечить за счет компенсационных государственных мер. Именно компенсационных, и этот принцип должен быть заложен в стратегии, и ждем приехать за год. Все озвученные предложения будут выложены для обсуждения на сайте Арктика-2035, где в данный момент функционирует интерактивная цифровая платформа, с помощью которой любой житель России может отправить свои предложения для включения в стратегию развития Арктики.